Девушки отдыхают Об этом лучше спросить меня Ты боишься акул, Мистер? Вы их зубы видели? Поверь, мы видели И не хотим увидеть еще раз Акула охраняет самый верный путь с Кефалинией Акула? Она сторожит ожерелья Если его продать, мы сможем уплыть с Кефалинией Это ожерелье закопал один старый вор На берегу, у храма Глупец не подумал Приливы Теперь ожерелье принадлежит акуле Продавать овощи хорошо, но продавать ожерелье лучше Желание покинуть Кефалинию мне близко А кому нет? Что у нас есть? Овощей сколько хочешь, а надежды нет Оно в сундуке Найдешь ожерелье, мы возьмем часть денег, чтобы уплыть Остальное твое Ладно, убью акулу Изруби ее Она на глубине, у развалин крани, на юге У сокровищ обычно есть история Говорят, ожерелье принадлежало Прокриде Ну, знаешь, жене Кефала Оно было его свадебным подарком Символом верности И мы знаем, чем все закончилось Как всегда Кефал хотя бы был с ней, когда она умирала Где находятся руины? Знаешь затонувший остров Зевса? Где он, там и руины Что ж, акулей храм ждет После этого я не притронусь к овощам Это оно, ожерелье Оно нравилось акуле Пришлось попотеть Мы можем уехать И никаких овощей Новая жизнь Подальше отсюда Как знакомо Удачи Могучий Кефал Молю тебя Пошли нам защитника Того, кто достоин твоего копья Помоги своей жрице В час нужды Звала? О, Алексиос Я испугалась Зачем ты ищешь защитника? Мне нужен боец Что вернет копье Кефала Я изучала надписи Выгравированные в святилище Похоже, копье спрятали в пещерах Под Кефалинией Когда основали этот храм Ты можешь отыскать его? Скажи Я награжу тебя Ты не это копье ищешь? Это Хвала богам Оно нашлось Считай это моим даром храму А награда? О, я в долгу перед тобой Если мы как-то можем помочь тебе или твоим друзьям Приходите Я буду ждать Так и знал, что меха нужны тебе, Илос А я знал, что за дело возьмешься ты Алексиос не знает отдыха Как бы Маркос не стал ревновать Я даю объявление, чтобы шанс был у всех Но ты, как всегда, проворнее И зачем тебе шкуры? Для войны Афине нам нужны доспехи Им хорошая защита Мне деньги Держи, как договаривались И быстрее всех Ты заслужил плату Береги себя, Илос Ты тоже, Алексиос? В пещере нет богов Лишь разбойники, что крадут деньги и надежду Так и знал Воры! Ну, Зевс не покарает тебя Может, даже пожалеет Надеюсь, воры познают его гнев Они познали мой Этого должно хватить Арнеус, мы снова вместе! Единственный честный человек на этом острове Заплати ему, ладно, Давос? Ради тебя что угодно Видишь, мы не так уж плохи Здравствуй, Дурис Дела идут в гору? Скажи Маркосу, чтобы он приходил за деньгами сам А? Но я уже здесь Слушай, я просрочил выплату Теперь Маркос требует от меня двойную сумму У меня столько нет Двойную? Это грабеж! Я так ему и сказал Сам знаешь, он вспыльчив Заплати ему, и все будет хорошо Скажи Маркосу, что я заплатил сполна Я не склонюсь перед наемником Или перед глупцом, что рискнул занять деньги у циклопа У циклопа? Вот как он купил виноградник Слушай, я знаю, Маркос тебя спас Забрал с улицы, когда ты был ребенком Но пойми, он сошел с ума Малака Ты все равно должен мне деньги Смирись Циклоп схватит тебя И убьет вас обоих Ладно, ладно Заплачу, хватит Ладно Деньги твои Уходи Приятно иметь с тобой дело, Дурис Забудь мое имя Не хочу, чтобы циклоп потребовал от меня вернуть ваш долг А куда деваться? Нам нужен план В этом я мастак В этот раз твои уловки нам не помогут Эх, были времена Помнишь? Простая жизнь У меня было все А у тебя, юного, одинокого, ничего Я подарил тебе мир Открыл для тебя кефалинию Алексиус! Кассандра! 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 Редкий мне нынче достался улов Кассандра! 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 Есть хочешь? Может, договоримся? Я помогу тебе А ты пару раз поможешь мне И всем выигрыши! Это лучшие предложения А? Подумай! Стой! Кефалини Ну и дар Без меня ты был никем Но ты прошел долгий путь От бродяги до мистия со своей лачугой А теперь циклоп отнимет у меня все Я не смогу всегда защищать тебя Меня убьют О, не бойся его, ты справишься Как мне победить его? Чем сразить? Ржавым копьем? Сломанным луком? Вот ты где От меня не скрыться, прячась в храме, Маркус Друзила, я только тебя вспоминал Правда? Мне нужна древесина Новые луки покорят весь остров Но я не могу справиться с разбойниками, что мешают поставкам Конечно, не можешь Я как раз вводил своего друга Алексиуса в курс дела Он уже придумал, как тебе помочь Он молчалив, но опасен Без разницы С разбойниками нужно покончить Срочно! Чудная мысль А мне пора спешить домой Алексюс, я придумал, как разрешить нашу дилемму Приходи, как будет время Если нужна древесина, почини мой сломанный лук Хм, обычно я плачу после Но это дело ползет, как улитка Идем за мной Я стану богатой, как крез Луки настолько хороши Грядет война Афининам нужны хорошие луки, чтобы одолеть спарту И все в выигрыше, ну да Ты что, Маркус? Не надоело подбирать крошки? На этой войне можно разбогатеть А еще я слышала, ты спартанец Это было давно Я кефаланеец Давай сюда Держи, как новенький Лук, достойный самого Геракла Попробуй Договор Добудешь древесину? Разбойникам пора потесниться Договор Я тебе помогу Наконец Маркусу очень повезло, что у него есть ты Вокруг множество лесов Эти деревья не подходят? Я работаю над новым луком Более гибким, а значит долговечным и дальнобойным Для него нужны деревья, что растут высоко в горах Ты знаешь, где искать разбойников? Я ремесленница, а не следопыт Они где-то в горах, это все, что я знаю Попробуй начать с лесопилок Я накажу разбойников Уж постарайся, и побыстрее Я разберусь с разбойниками и в два счета верну древесину Обещаю Потерпи Ха, знал бы ты, сколько Маркус кормил меня обещаниями, не говорил бы так Да это же воитель Маркуса Ха, неужели ты выполнил мою просьбу? Я нашел разбойников и отправил Каиду Дерево скоро прибудет Ты правда думаешь, что я поверю наемнику? Нельзя быть такой недоверчивой Я выполнил обещание, ясно? Я принес тебе древесины, пока что хватит О, боги Ты точно от Маркуса? Он никогда не держит слова, не верится Мы разные, хотя работаем вместе Я верен слову Бери плату С Маркусом не делись Спасибо И как я могла попасть с этим, Малакас? На Итаке слишком опасно, чтобы ходить в одиночку Но ты делаешь именно это Да, ты прав С шайкой разбойников я не справлюсь Проводишь меня до Дворца Одиссея? Я заплачу Я провожу тебя до Дворца Что ж, мне повезло Как тебя зовут? Алексиос Я Одесса Меня назвали в честь Одиссея Зачем тебе туда? Во мне течет кровь Одиссея Я странствую Ты потомок бывшего царя Итаки? Того, кто создал троянского коня и сразил циклопа Того, кто побывал в землях лотофагов Главного героя Одиссеи Да, верно А что? Ты не первая, кто так говорит Ну, видеть дворец может любой человек Отправимся ко дворцу, пока можем И это все? Руины? А чего ты ожидала? Не знаю Величие Меня назвали Одессой В честь славного Одиссея Я надеялась, что смогу лучше понять его Ну и? Поняла? Увы, нет Пойдем к кораблю Я заплачу там Вот Это тебе Я разочарована Почему это место так важно для тебя? Ты смеешься? Одиссей жил здесь Правил Он положил конец троянской войне Ушел от Сциллы и Харибды У него было все Преданность, любовь Боевой дух Он привлек к себе внимание богов И поплатился за это Зато он стал легендой Трудись, и все получится Опустишь руки, будешь стоять на месте Ты первый, кто поддержал меня Просто помни, что ты решаешь сама Я хочу стать великой Я всегда мечтала об этом Было бы жаль прожить свою жизнь В повседневных хлопотах, как другие И не оставить о себе никакой памяти Одиссей не хотел воевать Он потратил десять лет, чтобы вернуться домой Годы жизни прошли впустую Из-за вмешательства богов Вернись домой Проводи время с семьей Будь собой Ну тогда люди забудут меня Ты действительно хочешь славы, а не счастья Я обдумаю это Спасибо Ну как там, Маркус? Как всегда Не отдал деньги и дал новое поручение Почему он тобой командует? Все не так Просто из-за него я оказываюсь в сложных ситуациях Не позволяй ему так делать Спасибо за совет Пожалуйста Что ты хотела, Феба? Знаешь, Каусус Город на той стороне острова? Что там? В городе ужасная болезнь Лихорадка Моя подруга тоже заразилась Говорят, им могут помочь только боги Повторяю, я не бог Но и Кар Лишь птица Все равно ты можешь помочь Ладно Разберусь с этим Если богам нет дела Мы должны победить болезнь сами Выбора нет Спасите! Он нас не отпустит Что происходит? Каусус поразила чума Умершим не было счета Болезнь брала верх И нам пришлось вмешаться Наши родня и соседи все мертвы Нам удалось выжить Но сейчас он убьет и нас Боги покинули нас Больные должны умереть Или нас всех ждет гибель Вы сожгли всю деревню? Молитвы не помогли Нам пришлось действовать Выжечь болезнь, поразившую Каусус Неужели лекарства нет? Все бесполезно Молитвы Жертвы Лекари нас боятся Солдаты не отпускают Боги не слышат наших молитв Но я даже не слышал о чуме Ему же не помочь Нет Не вмешивайся Или я буду вынужден защищать волю богов Защити нас Сжалься Мы почти не больны Поправимся Этого не будет Только так мы сможем защитить всю Кефалинию От верной погибели Прошу У нас дети Как же они? Лучше иди своей дорогой, мистер Отпусти их Что? Ты не бог Ты их всех спас Этот жрец из царства мертвых Посланник богов Боги послали тебя Нам пора Нам нужна помощь лекаря Но идти сможем Но сперва вот Возьми деньги Знаю, этого мало Но больше у нас нет Вам это нужней Берегите себя Ты посланник богов, Алексиос Доброго пути Удачи Прощай А, вот и ты И как раз вовремя Я победил разбойников И добыл древесину Я в тебе не сомневался, друг мой Ну, твой план Итак, я должен свести счеты с циклопом Как и ты, мой непримиримый друг Он бы не искал меня Если бы не ты, друг мой Точно Но, клянусь Я покончу с этим Раз он не хочет отзывать своих головорезов Мы сделаем так Чтобы он пожалел об этом Что ж, излагай Что я должен делать? Ты хотел сказать нам Я умней И буду тебя направлять Так что мы команда Ну, конечно Скажи Чем дорожит циклоп? Людьми? Землей? Судами? Нет Обсидиановым глазом Ближе к делу, Маркос Ладно Мы украдем его Ты тронулся? Сначала деньги Теперь его глаз? С ним мы победим И разбогатеем Мы убьем двух зайцев Одним глазом Будет сопротивляться Лишится обоих глаз Нет Нет Нельзя, чтобы циклоп тебя заметил Действуй скрытно Значит, мне пригодится мой новый лук Циклоп хранит глаз дома Так как очень дорожит им Мудрое решение Но ты преподашь ему урок Дождись заката Прокрадись в дом И Укради глаз Надеюсь, он и впрямь ценный Ты видел, сколько дают за обсидиан на кефалинии? Нет, не видел То-то же А это не просто обсидиан Он с золотыми прожилками Золотыми! Не зря циклоп бережет глаз Для особых случаев Выручку мы отдадим ему Она покроет часть долга Виноградник дорого стоил Я не знаю, где живет циклоп Ступай в западную часть острова Его логово там Ладно Но в этот раз Не жадничай Что? Зря ты так, Алексиос Это твоя сущность Принеси мне глаз И поймешь, что заблуждаешься Не забудь Не выдай себя Помню Если ты справишься Циклоп не отрежет нам головы Когда вернется Эй, осторожно! Знаешь, сколько там было охраны? А все, проклятый камень Продав этот камень Можно купить дом Купить дом, да А вернуть долг циклопу нет О, не грусти Вспомни, как было весело Да? Кому как Мне не нужны неприятности, Маркос Все получится Поверь Зачем мне лгать? Я лучше промолчу Возьми глаз, но не продавай Торговцы не поверят, что он наш по праву Все знают, кому он принадлежит Да Чем в глазницу, лучше к нам Думаю, хватит на сегодня До встречи Стой! Прибыла лодка Я вижу ее впервые И? В нашем городе таких красавиц нет Думаю, это циклоп с друзьями Вернулся? Я когда-нибудь вздохну спокойно Убей их Одной заботой станет меньше К тому же с виду его люди Богаты, как крез Им хорошо платят Сплошная выгода, друг мой И правда Мне нечего терять Брось Тебя никто не одолеет И где они? В заброшенном доме На восточном берегу Кто знает, какие сокровища он таит Отправь их к Аиду Забери все И... Мы богаты! Откуда родом эти чужаки Если не с Кефалинией? Я знаю одно Кефалиния станет им последним приютом Восточный берег Можно поконкретнее? Думаю, они в заброшенном доме У рощи к югу от сами Часть сокровищ я оставлю себе Так и знай Не пытайся спорить И не драхмы до того, кто послал тебя Остатки в уплату долга Никак иначе Что ж, ладно Пусть знают, как у нас заведено Или пролей кровь, или умри Обычно я поручаю грязную работу другим Может быть, ты знаешь, чем вывести этот петух? А чего ты хотел? Так ты мести, которого я ищу Умеешь убивать? Молодец Никакого сочувствия к тем, кто работает с тобой Не со мной На меня Наемники Судя по всему, бывшие Так ты не работаешь на циклопа? С каких пор наемники верят легендам? Я не о чудище Я о человеке Ты прибыл издалека Что тебе нужно? Верно Я не с Кефалинией Меня привели сюда в поиски Следуй за мной, Алексиус Кто ты? Откуда меня знаешь? Я Элпинор из Киры Откуда я тебя знаю? Я действовал, как ты Спроси, у меня ответили Кто тебя прислал? Я ценю любознательность Хорошо, полезно Ты знаешь больше, чем говоришь Знать о тебе в моих интересах А в твоих знать меня У меня украли кое-что И увезли на Итаку Саван, сотканный Пенелопой Хочу выкрасть его назад Саван Пенелопы? Жены Одиссея? Ты шутишь? Небольшой фрагмент Что за вздор? Это была бы Бесценная находка Вот я и хочу вернуть ее Итак, большой остров Мне нужны подробности Начни с дома Одиссея Бывшего дома Прекрасная легенда Единение сердец Ладно, я берусь Это будет непросто И не дешево Тогда по рукам В гавани тебя ждет лодка Возьми Только не выходи в открытое море Заберешь Саван Встретимся в храме Зевса Ладно Да, Мисти Удачи Алексиос Дело сделано? Конечно Отлично Теперь Саван твой Он тебе не нужен? Но тогда зачем? Я обрел нечто более ценное За твои труды, Мисти Мне начинает казаться Что это была проверка Возможно Ты молодец, Мисти Что скажешь, если я предложу Убить полководца в Мегарите? Справишься и получишь вдвое больше А? Что скажешь? Тебе придется уплыть с Кефалинии Так далеко, что можешь не вернуться Я не убийца Все бывает в первый раз Что скажешь? Почему я? Тебя там никто не знает Ты словно тень Что ты можешь сказать о Мегарите? Это самые ценные земли в Греции С военной точки зрения, конечно К несчастью для местных жителей У них два могучих соседа И они не хотят жить мирно Каринф и Афины постоянно сражаются За Мегариду Кто этот полководец? Его зовут Волк Он тебе чем-то насолил? Да Я теряю деньги Он мешает вести дела Я берусь Отлично Тебе нужен корабль Он у тебя есть? Конечно Прекрасно Надеюсь, крепкий? Это почему? Плавать по морю весьма опасно Грядет война И Волк не на той стороне Война? С кем? Греки вцепились друг к другу в глотки В какой дыре ты жил все это время? На Кефалини Откуда мне знать, что ты на той стороне? Потому что я плачу тебе Я тебя не подведу Как сделаешь все в Мегариде Встретимся в Факиде В лагере паломников Добрый корабль, Телеменес Алексиус! Так и есть Корабль для хорошего капитана Капитана при деньгах Мне очень нужен корабль Каждому на Кефалини Нужен корабль или место на нем Еще бы, такая дыра Мне ли не знать? Даже если купишь корабль Кто будет грести? Ты? Да я бы отдал левое яйцо, чтобы увидеть это Это Кефалини Я всегда смогу найти того, кто готов рискнуть, лишь бы выбраться с этого острова Моря сейчас опасны Опаснее обычного Это самоубийство Немного от тебя пользы, Телеменес Не знаю, поможет тебе это или нет, но по слухам вас с Маркосом ищет циклоп Слухи ничего не значат, не верь всему, что говорят Кстати, еще говорят, что его корабль в заливе Клептос Корабль, говоришь? Думаю, стоит наведаться в Клептос Осторожней Этот одноглазый варвар опасен Боги, свидетели, клянусь Какие боги? Неужели так важны? Все боги, клянусь, все, что есть Я в жизни не слышал, чтобы человек столько говорил о богах Отпусти его Никто на этом острове не смеет говорить этого Он сказал, циклоп Это так тебя задевает? Я не люблю, когда люди зовут меня так Я тебя... Но ты жирный То есть большой И сильный И у тебя, правда, один глаз Глаз Отдай Отдай, и я пощежу твоего друга Маркоса Отдай мне глаз Отдать? Так возьми Нельзя больше откладывать Даже у таких крыс найдутся друзья на Кефалинии Иди Цевс Кефаланийские разбойники не шутят Рад, что ты со мной Они тебя боятся Спасибо тебе Тому, кто всю жизнь провел в море Было бы позором утонуть в глиняном горшке Ах да, забыл представиться Я Варнава, капитан Адрести Что ж, Варнава, рад познакомиться Я Алексиос, наемник Ха-ха-ха Уверен, что ты здесь не случайно Ты о чем? Когда меня окунули под воду Я взмолился богам А когда вытащили Там был... Ты позвал, я откликнулся Многие говорят, что в их жилых кровь богов Но ты первый Кому я верю Где твоя родина? Трудно сказать Мой дом Адрестия Но родился я в Оливковой рощи на Миконосе Как ушел на войну, больше туда не возвращался Так ты солдат? Был когда-то Служил капитаном в Афинском флоте Но однажды во время осады Посейдон потопил наши корабли В ту ночь я увидел это Это? Что ж ты увидел? Когда бог морей приходит в ярость Он насылает не только ветер и волны Я видел зверя Жуткую тварь Мне мало кто верит Но мой слепой глаз тому доказательство Посейдон покарал меня За то, что я взглянул на запретное И выжил Почему на тебя напали? О, ты знаешь местных Без обид Я рассказывал им о своем плавании Они вдруг взбесились Словно дикари какие Что же их так разозлило в твоем рассказе? Недавно мы нашли человека на плоту Перед смертью Он нам такое поведал Кровь застыла в жилах Рассказывал о твари столь ужасной Что словами не описать Я упомянул одноглазое чудовище И меня тут же сунули головой в воду Да, циклоп принимает все близко к сердцу Так у тебя есть корабль? Конечно Упаси меня боги Застрять тут навсегда И где он? Благодаря тебе Все еще в гавани сами Я спас тебя и твой корабль Ты теперь мой должник А ты хитер Знаешь, кого ты мне напомнил? Меня! Ха-ха-ха-ха-ха! Только намного моложе До того, как я нашел цель в жизни И лишился глаза Ты уходишь от темы Ах да! Прошу прощения Я обязан тебе жизнью Чем скромный Варнава Может отплатить могучему Алексиусу? Мне нужен корабль и команда Ха-ха-ха-ха-ха! Ну разумеется! Ты согласен? Я и мой корабль К твоим услугам! Ты впрямь не из этих мест Ха-ха! О нет! И слава богам! Пойдем Покажу тебе адрестию Когда пожелаешь, капитан? Стой! Подожди, Алексиус Я собрала все, что нужно Хочешь плыть с нами? Куда ты, туда я Ты же родилась на Кефалине И это твой дом Зачем его покидать? Чтобы всегда быть рядом с тобой Ах, тебе нельзя плыть со мной Хватит упрямиться Но ты не справишься один Справлюсь Раз мне нельзя, возьми Хару Хару? Орлицу Мою подругу Подарок моей мамы Ну, пусть будет с тобой Напоминает обо мне Станет твоей подругой Спасибо Хорошо, что ты спас Кину Мне будет с кем играть Береги ее Вдруг болезнь еще не отпустила Обещай, что когда-нибудь мы увидимся Обещаю Обязательно увидимся А до тех пор будьте умницей Не волнуйся, буду Ладно, до встречи Олексиос! Покинешь Кефалинию, не попрощавшись с лучшим другом? Быть того не может Не может, ты ведь уже здесь Прощай, Маркос Мы были прекрасной командой А теперь расстаемся Конечно, без помощника мне не обойтись Но тебя не заменить Ну что, обнимемся? Обнимемся Ладно, иди сюда Да, чудесно О, как же я буду скучать, Алексиос Да, Маркос Я тоже Чем будешь заниматься теперь? Пить вино Хотя оно, конечно, может выдохнуться Но я всегда готов к приключениям Кстати, милая Фема Для тебя есть задание Задание? Да Как думаешь, оно достойно занять твое место? Готов отплывать? Готовь корабль Отплываем Славно Мы и так задержались на берегу Пора в путь Что ж, куда отправимся? Какой край желает посетить могучий Алексиос? Мегариду 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 Но ведь там идет война Я должен убить одного полководца Кого? Его имя Волк Волк? Кому нужна смерть Николауса из Спарты? Николауса? Оракул Оракул определила ее судьбу Если она не умрет Спарта падет Останови их Нет Она не опасна Она поможет Она поведет нас Молчать! Нет Не надо Нет 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 Убийца Он убил ее Крась его вниз Смой с себя этот позор Заплати жизнью за жизнь Он не такой, как мы Не слушай Николаус Не слушай Нет Нет Не слушай Николаус Не надо Отец Отец Николаус Стой Николаус Нет Николаус Нет Николаус Николаус Послушай Злени на меня Николаус Нет Не слушай Не слушай Тааааа Ни Ни Николаус Николаус Николау Николаус Никола Duskin Ни Отец Отец Продолжение следует... Продолжение следует... Ха-ха! У тебя есть прекрасная возможность привыкнуть к качке! О, о чём ты? Ну, пока циклоп мял мне бока, его пираты забрали мой груз. Я знаю, куда они направляются. Что, если нам вернуть его? Конечно! Хорошая проверка для команды и корабля. Из-за этих пиратов скинули мои товарищи! Спарта и Афины рвут друг другу глотки, и в море стало опасно. Нам нужны новые члены команды. Я знаю отличного лучника. Он мог бы нам пригодиться. Где его найти? Ну, его придётся убеждать. О чём ты? Доставь его на борт, и я его уговорю. Драхмы подсластят сделку. Он должен быть без сознания? Нет, нет! Нужно лишь немного его усмирить. Потом доставить на корабль для беседы. Всё будет хорошо, обещаю. Волк! Не берёт пленников! Афинский пёс Перикл боится вас! Прячется в Парфеноне! С драматургами и софистами! Он не смеет выйти к нам, сразиться на поле боя! Он знает, как вы сильны! Он знает, что дни Афинян в Мегариде сочтены! Он знает, что дальше черёд Афин! Ты! Ты прорвал блокаду Афинян? Они мешали мне. Спарта перед тобой в долгу. Тюхи улыбнулась тебе. Ты подоспел как раз к великой победе моего отца. Ты не его сын. Его дети давным-давно погибли в Спарте. Он усыновил меня, когда прежняя семья навлекла на него позор. Я бы так никогда не поступил. Порой всё складывается не так, как мы рассчитываем. История славится избирательной памятью. Как будто ты был там. Может быть. Глупость. Для этого ты слишком молод. Хватит о прошлом. Поговорим о будущем. Какой наёмник станет воевать, если ему не заплатили? Скажи, зачем ты на самом деле здесь, пока я не зарубил тебя? Я хочу увидеть волка. Это не так просто. Николаус командует всеми войсками Спарты. Если это и впрямь твоя цель, мне придётся огорчить тебя. Ты точно тут за всё в ответе? Что-то ты не похож на спартанца. Возможно, мне стоит пойти к Николаусу. Пожалуй, чувство юмора – это не то, что нужно наёмнику. Но мне пригодится твоя помощь, если ты не прочь подзаработать. Корабли уничтожены, но Мегарида по-прежнему в руках Афинев. Чтобы дать им бой и оттеснить врагов в Афины, нужно ослабить их позиции. Твой отец. Кто он такой? Николаус. Волк из Спарты. В детстве я впечатлил его своим мастерством, и он взял меня под опеку. Он сам тренировал меня и в конце концов принял в свою семью. Он мой отец и наставник. Он будет гордиться мной. Ты ведь слышал о нём? В основном слухи. Вряд ли они справедливы. Он умелый воин и великий полководец. Я бы отправился за ним и в царство Аида. Как успехи в войне? Блокада Афиньен должна была помешать нашему продвижению в Мегариде. Теперь мы вытесним их отсюда раз и навсегда. Лазутчики выясняют, кого нужно убить в первую очередь. Под предводительством Волка мы победим. Почему для этого нужен наёмник? Кажется, вы располагаете множеством солдат. Дело не в размере армии. Мегарцы наши союзники. Мы не хотим вводить войска, пока не будем уверены в победе. Лазутчики уже думают, где нанести удар. Заплати, и я помогу освободить Мегариду. Вы все одинаковы. Ни чести, ни совести. Но лучше, если ты будешь биться на нашей стороне. Афиньени уже нашли наёмника. Так что им помощь не нужна. Если нам удастся выманить и убить их предводителя, мы сокрушим Афиньен на поле боя и заставим отступить. Украв их сокровища, уничтожив припасы и опытных воинов, мы сделаем их уязвимее. Покажи это лазутчикам. Если встретишь их, обязательно узнай, нет ли вестей. Возможно, им будет нужна помощь. Это сокровище. Зачем оно вам? Солдатам необходимо платить. Без денег им не захочется гибнуть за чужие интересы. Афиньени хранят свои сокровища в крепости у подножья горы Герания. Что нужно уничтожить? Всё, что пригодится Афиньенам. Ищи припасы и оружие. Поиски стоит начать с порта Ниссая в долине царя Лелига. Первым делом все припасы привозят туда. Где найти лидера Афиньен? Он в Мегаре. Под защитой стены целого гарнизона солдат. Но если убить его солдат, уничтожить припасы и украсть богатство, он будет уязвим. Думаю, мне всё понятно. Кроме того, не забывай, что с каждым убитым афинским солдатом мы на шаг ближе к победе. А когда я поставлю Афиньен на колени, я встречусь с Николаусом. Или ты будешь следующим. Отправь афинских псов Каиду, Мисти. Сделай это, и волк лично проследит, чтобы тебя наградили. Субтитры сделал DimaTorzok